Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемый Григорий Эдуардович, генеральный секретарь Национальной комиссии Российской Федерации по ЮНЕСКО, дорогие друзья, для меня очень большая честь быть здесь с вами и участвовать в вашей конференции, в которой я знаю, что сегодня утром занималась сущностными вопросами развития сотрудничества между Якутией, Саха, Якутией и ЮНЕСКО, а также важные вопросы этнического наследия мира, традиции, этническая специфика, все вопросы, которые стоят и в повестке дня ЮНЕСКО. Я бы хотела, во-первых, сказать, что я очень сильно впечатлена вот такой глубиной нашего сотрудничества, таким серьезным способом, подходом, который вы воспринимаете и включаете в свои программы, в свою деятельность. И господин министр образования сегодня утром, когда он выложил несколько проектов или создание центра категории 2 или учить, расширить ассоциированные школы ЮНЕСКО здесь, образование STEM. Тоже госпожа ректор, очень интересная кафедра наша работает. Я помню очень хорошо, когда мы создавали вот эту кафедру. Я действительно впечатлена вот такой широтой, обхватом вот этой кафедры адаптации человека к артическим условиям, которые действительно комплексная проблема. Она охвативает и проблематику культурного наследия, языки вы показали, изучение антропологии и все вот такое большое поле международного сотрудничества. Я очень рада, что мы как будто тоже дали толчок и развитию международного сотрудничества Северо-Восточного университета с другими. Конечно, у вас сами такие связи, но если бы мы тоже внесли свой склад, мы бы были очень действительно рады. Вот это и есть ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это очень широкая платформа международного сотрудничества. ЮНЕСКО – это опыт, обмен опытом с другими странами. ЮНЕСКО, конечно, это сохранение культурного наследия, материального, нематериального наследия. Поэтому мне кажется, что эта конференция сегодня, как будто, Егор Афанасьевич, это как будто естественное продолжение вчерашнего дня, которое у нас было с вами. Это был и фестиваль, второй фестиваль эпосов народа ФИОНХО, который мы все время празднуем, включен еще в 2005 году. Среди шедевров нематериального наследия. Амбиции создать что-то более широкое на этой основе, как вчера мы и видели. Уважение и распространение знаний о других эпосах народа. Это устное творчество, которое так глубоко как-то проникнуто и в ваш народ, и в другие народы. Культурное наследие в более широком плане, я бы сказала, потому что мы здесь уже находимся в другой, в другом, так сказать, в середине памятника культурного и природного наследия. Леские столбы, которые действительно это замечательное тоже проявление природного, я бы сказала, величия, величия природы. И я знаю, насколько якутяне уважают природу, живут вместе с природой, как-то впитывают вот это уважение к природе и знания в своем ежедневе. Все это, конечно, глубоко нас волнует, нас впечатляет. И то, что я бы хотела поделиться с вами, то, что на меня действительно производит очень глубокое впечатление, это тот серьезный подход, с которым и вы, Егор Афанасьевич, как руководитель, глава государства Сахая Кутия, специалисты, эксперты, ученые, которые сегодня и вчера тоже выложили ваши мысли, с которыми вы относитесь к нашу повестку дня ЮНЕСКО. Потому что иногда мы обсуждаем, нужна ли наша организация ЮНЕСКО. Действительно, нужна ли наша организация ЮНЕСКО. И как больше, мне кажется, и глобализация как будто наступает, и меняется геополитика. И, к сожалению, мы видим и конфликты, и нетолерантность, которые повышаются. Мне кажется, что если бы даже ЮНЕСКО не существовало, мы должны бы создать вот эту организацию сегодня. Вы даете нам пример как раз вот такого отношения. Потому что вчера я, конечно, могу с вами здесь поделиться. Молодая журналистка телевидения из Москвы меня спросила, когда мы были на Верхний Улыск, в Спартакеаду тоже открывали, другое проявление, я бы сказала, вот такого же подхода к спорту, к молодежи, к возрождению, я бы сказала, вашего народа. И молодая журналистка меня спросила, что вы здесь делаете, господин генеральный директор? Как же вы так здесь находитесь? Я не ожидала, что, значит, вот личность такой, генеральный директор такой организации будет здесь. А мой ответ был очень как-то простой. Мой ответ был, что ЮНЕСКО это не Париж только, это не там штаб-квартира. ЮНЕСКО здесь тоже, ЮНЕСКО сейчас здесь, потому что ЮНЕСКО это наши идеи, ЮНЕСКО это наши ценности, ЮНЕСКО это вы, ЮНЕСКО это ваше культурное наследие, это ваши усилия, развиваться на опыт по культуру, уважению человеку, социальной инклюзивности. Мне кажется, это очень важно сегодня понять. Вы даете нам силы и кураж, и мне также продолжать как раз в эту сторону укреплять организацию, укреплять наши связи, развивать наше сотрудничество, потому что мне кажется, что это действительно идет на благо и вашего народа, и на благо и России, и Российской Федерации, но я бы сказала, на благо всего человечества. Так что спасибо еще раз за эту возможность ознакомиться с вашей культурой, с вашими амбициями, и еще раз подчеркнуть, насколько мы тоже привязаны, и я привязана к развитию сотрудничества. Так что Егор Афанасьевич, я вам обещала в 2014 году, когда мы подписали наш договор о сотрудничестве, что я приятный, вот я здесь. Так что спасибо еще раз. Спасибо, Доктория, за всемирную и расширяющуюся поддержку у нас, господин генеральный директор.